Мы открыты к диалогу. Александра Гайдук у нас в эфире. Программа «Настроение». Короткий номер для СМС 1062. Пожалуйста, задавайте вопросы. Мы будем искренне на все вопросы отвечать. И вот сейчас песня звучала, и Александр, а что это? Что это? Что это? Да, это 2003 год. Это такой у меня, помните, альбом вышел. Когда, как я говорю, все пели про тополя и березки, я пела про сладкое место на теле. А это одна из этих самых композиций «Адреналин». Ну, такой ремикс. Я, честно говоря, уже даже подзабыла, что есть у меня такие песни в репертуаре. Но всегда приятно вспомнить. Слушайте, у вас же такие разные, очень разные альбомы. Разножанровые. Да, и один из альбомов вы записывали в Риге. Это, возможно, оттуда. Да, это он и есть, «Адреналин и в ангел». Вы знаете, у нас немножечко предполагается, поскольку мы очень долго шли в студию, предполагается небольшая рекламная пауза, и мы вновь вернемся. Будем рассуждать о жизни, о творчестве. Вы долгожданный гость у нас в студии. Спасибо, спасибо. Дорогие друзья, короткий номер для СМС 1062. И напоминаю, что сегодня актриса, телеведущая, исполнительница, продюсер, прекрасный человек, Александр Гайдук у нас в гостях на Первом национальном канале Белорусского радио. Концерт ждут у вас по городам Белоруссии. Вообще, возможно ли это, спрашивают, это город Слуцк? Я надеюсь, что они сразу лоббируют свои интересы. Будет ли когда-нибудь ваш концерт в Слуцке? Вы знаете, мне хотелось все-таки сделать красивый, грандиозный концерт и фильм-концерт, который, собственно, мы и сделали, и выдали это 1 января в эфир. Почему 1 января? Сейчас объясню. Ровно 25 лет назад это была моя первая вообще съемка. Я начинающая артистка, никого не знала в этом городе, приехала в этот прекрасный город Минск, делала первые шаги. И первый эфир, первая телевизионная новогодняя съемка в эфире 1 января. И мы как-то так вот придумали такую идею, что надо бы как-то это дело отметить. Надо как-то собрать людей, которые, наверное, за эти долгие годы стали по-настоящему близкими. И в числе коллег, я имею в виду тоже, которым, наверное, есть что сказать обо мне. Мне есть что сказать своему зрителю. Сегодня я точно знаю, что я ему хочу сказать. И через, наверное, и музыку, и слово, и песню, и просто какие-то душевные откровения. Поэтому мы сделали вот такой фильм-концерт. После чего мы планируем, собственно, вот именно с таким форматом этого концерта проехаться по городам Белоруссии в том числе. Надеюсь, что Слуцкий не станет исключением. Все же зависит не от артиста, а от желания, конечно, зрителей и от организаторов, которые там на местах. Они имеют возможность приглашать. Мы всегда открыты, конечно. Обязательно заедите в Брест свой родной, да? В Брест свой родной, непременно. Да, я бываю там часто, правда. Фильм-концерт Александра Гайдук. Он называется, вы знаете, «Я под впечатлением». Пока что я не видела его 1 января, потому что работа, вы знаете, порой бывает у журналистов. Но это грандиозно и это сильно. Это, знаете, как вы решились, понимая, что 25 лет за плечами, и вы решили, ну, не знаю, вы всегда, в принципе, откровенны со зрителями. Но тут такая откровенность, которая порой пробивает даже на какие-то такие эмпатию такую, затрагивает такие струнки души, где, возможно, даже можно пустить слезу. Потому что вот такая сильная женщина, которая рассказывает о себе, о своих чувствах, вы благодарный человек, это тоже в фильме красной строкой показано. Почему задумали? Вот в связи с 25-летием творческой жизни, деятельности вашей, или вот пришла, может быть, какой-то такой вот отрезок времени, когда вы... Вы знаете, я бы не называла даже это подведением итога. Мне бы, наверное, хотелось просто подвести какую-то определенную черту под тем, что сделано. Потому что я же, как творческая личность, развивалась всегда по нескольким направлениям. Вы сказали и представили меня как певицу, актрису, телеведущую, продюсера. Потому что это для меня, этот фильм для меня как продюсера, продюсерская работа. Идея, постановка, монтаж, то есть все, что касается именно вот как продукта готова, для меня как продюсера было интересно это сделать. Мне кажется, что это удалось. Понятно, что накопилось огромное количество материала, который не всегда возможно показать было зрителю, и который хотелось бы показать его. Ну, сегодняшним уже современным языком. Конечно, мы поговорили немножко об актерстве, о каких-то работах, о фильмах, об отношении ко мне моих друзей, коллег. Те, кто меня знают, наверное, давно, глубоко и с такой именно человеческой стороны. Потому что мне хотелось, наверное, в каком-то смысле и развеять некоторые небылицы, легенды, некоторую предвзятость, может быть, со стороны зрителя. Потому что нас, артисты, всегда в первую очередь ассоциируют именно с теми образами, которые мы несем со сцены, с экрана. И порой подчас это вообще не имеет никакого отношения к нам, как к людям, как к личностям, ко мне, как к женщине. Поэтому, наверное, вот через формат такого красной линии откровенного разговора со своим зрителем, что мне хотелось бы им все-таки сказать, о чем они не знают, и о чем они вряд ли могли бы от кого-то услышать вот эту правду. Наверное, вот так поэтому я построила этот фильм. 20 лет назад, наверное, я с вами встречалась очень давно, но... Что мы с вами делали 20 лет назад? Вы приходили к нам в молодежный проект. Был такой на Первом национальном канале Белорусского радио. Мы задавали какую-то определенную тему, и должны были известные люди рассуждать на эту тему. То есть 20 лет назад я была в молодежном проекте, но уже известной артисткой? Конечно. Ну вот видите? Конечно. И это прекрасно я помню, и, конечно же, вы были тогда совершенно другая, и я другая. Но сегодня, опять же, посмотрев ваш фильм, где вы говорите о той профессии, которую выбрали, прекрасно сказала ваша мама в фильме, очень трогательно, что вы вообще с детства другой профессии, у вас вообще и мыслей не было. Не было. И профессия сродни врачеванию, сказали вы. Да. Это нужно обязательно и удивить, как вы сказали, и зацепить, и где-то помочь выздоровлению человека. Возможно, где-то, чтобы чувства поборолись друг с другом. И еще вы очень требовательны к себе, посмотрев вот этот весь сюжет. Я не знаю, кто работал над фильмом, вы обещали рассказать, кто был за кадром. Но настолько выверены были, я предлагаю посмотреть, кто не видел этот фильм обязательно, выверены было все абсолютно, начиная от вашего выхода, вашего диалога и заканчивая вашими песнями. Настолько они были такие вот в тему, в точку подобраны. Ну, потому что песня в этой истории, в фильме-концерте, это дополнение к сказанному слову. Это как продолжение, наверное, потому что иногда что-то мы не можем выразить в какой-то разговорной речи, да, мы не всегда можем добиться чего-то. Но почему я говорила о врачевании? Потому что, мне кажется, действительно наша профессия, профессия артиста, который выходит на сцену, сродни врачеванию. Потому что мы в каком-то смысле можем лечить души, мы можем дотрагиваться до струн души, мы можем вызывать совершенно разные эмоции. За три минуты артист может сделать гораздо больше, чем политик со своими выступлениями за год, быть может. Понимаете, поэтому, наверное, я и говорила о том, что артист в принципе не имеет права на плохое настроение. Он не имеет права на темные какие-то помыслы, на какую-то зависть. Он не имеет права, знаете, вообще говорить плохо о людях, испытывать какие-то негативные эмоции. И не дай бог еще с этим совсем выходить на сцену или в эфир, потому что это все очень сильно передается. Поэтому мы должны быть всегда на позитиве, как бы сложно не было, ведь мы тоже живые, такие же живые люди, как и все. Просто это такая профессия. Мы должны уметь все-таки нести людям светлое и нести радость. Я предлагаю послушать вашу песню. Она называется «Невесомость». Расскажите о ней. Трогательная история. На одном из мероприятий на концерте в Москве у меня была съемка на канале ТВЦ. Я вела концерт. И я увижу на сцене потрясающий дуэт Диана Гурцкая с каким-то молодым человеком, совершенно мне незнакомым. Фантастической такой фактуры, внешности восточной. Очень красивая песня. Это было в марте месяце прошлого года. Я для себя отметила, что если я буду делать концерт, я очень хочу позвать этого молодого человека. Я узнала, что это исполнитель, которого зовут Сивак Ханагян. Он победитель конкурса «Х-фактор» в Украине. Живет в Москве с армянскими корнями. Потрясающий музыкант, аранжировщик, композитор. То есть он еще сам автор и пишет сам. И я ему звоню, говорю, Сева, есть вот такое предложение. Приехать в Минск. У меня будет большая съемка, фильм-концерт. Надо отметить, что он как-то даже без раздумий, без всяких согласился. Удалось еще и ему снять красивый концерт здесь же, на нашей площадке. Белтель радиокомпании в Шестисотке. Спасибо за это Ивану Михайловичу Эйсманту, Оле Шлягер, Оленьке Саламахи. Потому что без этих людей, поверьте, такой грандиозный, масштабный и, в общем-то, такой настоящий взрослый проект вряд ли бы осуществился. Поэтому как-то они так прям творчески тоже подключились, сделали все возможное и невозможное, чтобы это состоялось. И мы записали этот дуэт. И когда я думала об образе, вы обратили внимание, да? Что он такой весь сдержанный, у него такая вот восточная такая, он такой вот в себе как бы весь, да? И я подумала, что мне надо как бы по образу немножечко быть такой тоже сдержанный. Потом такой совершенно закрытый наряд. Немножечко, мне кажется, такой, знаете, восток. Где-то что-то там просматривается, но так все очень сдержанно и интеллигентно. Как-то мне не хотелось диссонировать с ним. И такой получился неожиданный дуэт, очень нежный, трогательный и в то же время современный. Звучит сейчас практически на всех радиостанциях. Надеюсь, что и на вашей, и на нашей любимой радиостанции. Давайте послушаем. Много рассказали. Такое чувство, что мы уже много и знаем вашего коллегу. Сивак, да? Сивак. Давайте слушать, потому что настроение, потому что музыкальная программа «Невесомость» Александра Гайдук и Сивак. Наконец-то я вспомнила, Александра добивалась, что я тогда говорила 20 лет назад, когда приходила к вам в ваш проект. Я помню, что мы говорили про риск. Мы разные проблемы и темы брали. И вы тогда рассказывали, что очень увлекаетесь и порой где-то рискованно. Нет, позволяете себе скорость. Вот вы, что говорили, вы любите водить машину. И вот я помню, что вот об этом шел разговор. Ну да, я участвовала тогда во всех автогонках, выигрывала. Это как-то все, да, у меня... Ну, адреналин, одним словом. Часто испытываете адреналин вообще в жизни? И любите ли это по-прежнему? Ну, когда я выхожу на сцену, это в чистом виде адреналин. Когда я за рулем автомобиля и скорость зашкаливает там 230-240, это адреналин. Но я сейчас все-таки хочу подняться немножко в небо. Вот и надеюсь, что у меня получится преодолеть все свои страхи, фобии относительно больших самолетов и вообще полетов. У меня всегда казалось, что это какая-то даже фобия замкнутого пространства, потому что я, ну, как дочка десантника, прыгавшая с парашютом, никогда не боялась ни высоты, ни неба. Ну, может быть, это потому что бессознательно папа выбрасывал из самолета и не спрашивал, хочу я прыгать с этим парашютом. Серьезно так было, да? Да. И, может быть, у меня поэтому какая-то фобия с этими самолетами, я решила это все преодолеть. И я надеюсь, вот у меня с весны начнутся занятия, я пойду учиться управлять, ну, пока маленьким самолетом, но тем не менее все-таки. И это опять побороть себя, свою фобию, свои чувства, свое... Побороть себя, и я когда поднялась в небо, у меня были такие пробные полеты, пробные уроки, я поняла, что, ну, там же никаких препятствий, никакого ограничения скорости. Хочу вернуться к фильму «Александра Гайдук», который так и называется... Ну, я поправлю, он как бы называется «Александра Гайдук», да, фильм-концерт, но вообще в конце этого фильма другое название, называется он «Спасибо всем». Почему «Спасибо всем» и кому «Спасибо»? Ну, наверное, в первую очередь я хотела сказать спасибо как раз тем людям, которые остаются за кадром, как правило. Телевизионная работа, она такая же, как и в кинематографе, она настолько командная. И мы, артисты, вот просто абсолютно напрямую зависим от профессионализма, от умения, от отношения, от отдачи вот этих самых людей, в чьих руках телевизионные камеры, осветительные приборы, режиссерский пульт, микрофон, все что угодно. Поэтому, наверное, вот именно этим людям, которых я знаю 25 лет, с которыми я начинала, благодаря которым я взрослела, поднималась все выше и выше на какую-то свою творческую ступеньку, своего творческого мастерства, я бы так сказала. И они всегда остаются за кадром. И мне так хотелось именно с экрана сказать всем этим людям в этой профессии телевизионной и все, что касается вот артистической, да, сферы. Спасибо. Искренне, настоящее, такое большое. Ну, надеюсь, что меня услышали и поняли все, кому мне хотелось сказать эти слова благодарности. Ну, вы знаете, и «Созвездие артистов» принимало участие в вашем фильме. Это и Анатолия Ермоленко, и Ядвига Поплавская, и Алена Спиридович, и Руслана Лехно. Но называешь сразу перед тобой человечище, значения которых у нас это люди, это люди с большой буквы. И вот Алена Спиридович, Елена Спиридович сказала, что как-то, что вы очень ответственный человек, и за что бы вы, она много концертов, конечно же, ведет, и сказала, что за что бы вы не взялись, обязательно получится все на 10 баллов. Это всегда в точку, это всегда четко, это всегда красиво. Ну, мне кажется... Вы всегда контролируете все? Абсолютно. Но любой человек профессиональный, мне кажется, и Алена Спиридович, как большая умница и большой профессионал своего дела, коих немного сегодня в наше время, она знает, что за всем этим стоит просто кропотливая, ежесекундная, я бы сказала, работа. Потому что без этого ничего не бывает. Поэтому, ну, наверное, слышать от своих коллег вот такие искренние какие-то, ну, слова, какую-то оценку профессиональную, высокую, ну, это всегда, это, наверное, любому артисту приятно. Но она права, я действительно все контролирую. Это не только она у нее, я вам рассказывала уже, что мне рассказывали коллеги, вы не так давно принимали участие в программе «Скажи, не молчи». И говорит, Таня, да, рассказывала, слушай, она же контролирует все, у нее все. А вот я же тоже виновата, потому что много профессий освоено мною. И когда ты глубоко в профессии, не просто по поверхности, ты понимаешь такие мельчайшие детали, из которых опять-таки складывается все. И настроение в программе, и кадр, и как бы в целом восприятие зрителя всего, что они видят на картинке, это из таких мелочей все складывается. Знаете, как я говорю, неправильно там пуговичка не в ту сторону будет смотреть в кадре или бантик. Уже будет плохо. Поэтому я очень так досконально и трепетом отношусь к каким-то деталям, мелочам, потому что из этого складывается по кирпичику в целом картинка. А скажите, вы везучий человек, вот такие замечательные люди в свое время встречались на вашем пути, которые и вами восхищаются, и вы в благодарности к ним также. Вы знаете, я думаю, что мне все-таки очень повезло, особенно в начале моего творческого пути, потому что очень важно, кто рядом с молодым начинающим артистом, кто эти люди, как они могут направить. То, что рядом со мной был Саша Тиханович и Ядинка Поплавская, я не перестаю об этом говорить, что они, в общем-то, мне такую вот большую дорогу дали. Они помогли мне сделать первые шаги, записать первые песни, первые гастроли. Они как-то сразу взяли меня к себе в театр под крышу свою, и я очень многому у них училась. Самое главное, училась, знаете, вот этому какому-то абсолютно бескорыстному отношению к профессии своей у них, абсолютно какому-то невероятному, невероятной способности быть добрыми, отзывчивыми, к своим коллегам. Вообще просто к людям, которые могли обратиться, поверьте, вот Саша Тиханович, не зная людей, если к нему кто-то обратился за помощью, он никогда никому не отказывал. Ну и понятно, что с точки зрения, конечно, мастерства, профессионализма, это опыт. Количество концертов, которые мы проехали по республике и далеко за ее пределами, именно с театром Тихановича Поплавской, огромный был. Поэтому я быстро как-то у меня, я начала там где-то так, 96-й год, а в 98-м я уже давала свой первый сольный концерт для три эстрады. То есть все как-то у меня так было. Ну вы такая разная же были, ваше творчество очень разное. Ну начинала я как лирическая блондинка с романцами, с каким-то таким, мне казалось, более академичным репертуаром, потому что я все-таки по первому образованию оперная певица, мне очень долго и очень сложно было перестраиваться. Но потом другой этап в жизни. Вообще, мне кажется, если быть уже совсем откровенной, то в творческой жизни артиста какие-то события, которые видит зритель, происходящие на сцене или с экрана, они напрямую связаны именно с тем, что происходит в реальной жизни у человека, у артиста. И вот то состояние влюбленности, любви, какой-то легкости, свободы, дерзости, мотоцикл, скорость, песня про сладкое место, там вот это все. Я не буду больше так тебя любить, адреналин, капризная девочка, что только я не пела. Потому что, ну это был такой драйв, это реально я себя тогда так ощущала. А вот вокальная группа «Вива». «Вива». Да. Прекрасные молодые люди. Вы знаете, там… Просто пять красавцев. Да. Сейчас расскажу. Значит, российская группа, точно так же, на каком-то очередном концерте в Москве я… Это было 9 мая, «Поклонная гора». Я исполняла какую-то композицию, и вышли ребята. Я поняла, что, да, очень мало у нас таких харизматичных вот именно групп, где мужчины выглядят как мужчины, звучат как мужчины, одеты как мужчины. Простите, не в колготках, как это сейчас модно. Вот, и поэтому я подумала, что если мы как-то совпадем по всему, то, возможно, и они смогут приехать на мой концерт, что, собственно, они и сделали. Но премьера этой песни, «Где мне тебя найти» – песня Александра Морозова, российского композитора, очень красивая, очень старая, известная песня, но они настолько ее реанимировали и сделали по-своему. Она звучит прям сегодняшним языком. Мы сделали премьеру на открытии «Славянского базара» в прошлом году с этой песней. Мне кажется, что это было одно из самых достойных и красивых выступлений в этом концерте, правда. И потом вот уже в фильме-концерте ребята, они, знаете, такие, они очень разные, но каждый из них по-своему уникален в плане вокальных данных. Они все мюзикловые, все ребята участвовали в тот или иной момент жизни в мюзиклах, поэтому как-то вот вместе они производят такое неизгладимое впечатление на женщин. А рядом с такими мужчинами, понимаете, на сцене тоже очень приятно себя ощущать, очень легко работать, ну и чувствовать себя такой, знаете, настоящей женщиной. Вы знаете, вы неоднажды вот сказали, вот я увидела вот этого человека, он мне очень понравился, впечатлил, я решила попробовать. Я увидела вот эту замечательную вокальную группу «Вива», я решила попробовать. А вы вот легки так на эксперименты, легко вот у вас на щелчок? Конечно, потому что если я услышала и я об этом подумала, я уже просто представляю и вижу, что можно сделать. Иначе я просто даже не подойду и ничего никому не предложу. Но сегодня такое, знаете, очень динамичное время. Надо быть гибким, надо быть мобильным, надо быть очень быстро реагировать на все и быть открытой к экспериментам. А все это начинается всегда с любви во всем. Во всем абсолютно. Я всегда всем желаю любви во всех ее проявлениях, это правда. Потому что в нашей профессии это абсолютная правда. Вообще невозможно выходить на сцену, создавать песню, творить, взаимодействовать с людьми, выходить к публике, потому что нужно нести просто вот это, о чем я говорила в начале программы нашей, вот это вот светлое чувство. Знаете, какое уникальное ощущение? Я люблю телевизионный, конечно, формат. Очень люблю съемки, радиопередачи. Это прям какая-то ностальгия по всему этому. Но артисту, конечно, ничто не заменит вот этот вот драйв и вот эту вот отдачу энергии зрительской, то, что происходит в зрительном зале. Потому что когда ты выходишь, а вы знаете, я уже много лет говорю о том, что я принципиально пою, всегда только живем на концертах, когда ты отдаешь зрителю и отдаешь столько, и если ты еще дотронулся до струн души и вызвал какую-то эмоцию, вот сколько людей в зрительном зале сидит, вот идет потом обратно. Вот эта вся энергетика к тебе возвращается. Не представляете, это колоссальная подпитка. А вы знаете, каким надо быть сильным человеком, чтобы вот тебя не отбросило? А я вам скажу, состояние на сцене, когда меня спрашивают, ну вот, вот что ты там испытываешь? То есть волнение безумное за кулисами. И мой педагог по актерскому мастерству мне всегда говорил, Саша, ты должна волноваться всегда. Вот у тебя должен быть такой трепет, такой нерв, как будто ты вообще первый раз выходишь на эту сцену, так всегда. А поешь, как в последней. Вот если ты так будешь относиться к своей профессии, у тебя все будет. А вы знаете, меня очень тронула ваша рассказ о том, что вообще-то белорусское радио, это было то место, в которое вы, так скажем, первый раз, еще не зная, кем вы будете, и не определившись, где вы будете, и что будет с вами происходить. Вы только-только приехали в Минск, и почему-то вдруг от погоды, от напасти спасались в белорусском радио. От Площади Победы? Да. Шла пешком по улице, я даже не знала название улиц, правда, я не знала ни одного человека в этом городе. И в фильмы мы об этом тоже говорили, я только приехала, что-то мне нужно было кому-то передать. Вообще ехала поступать в Москву на актерское отделение. И вы знаете, я стою вот здесь, вот ничего не бывает случайно. Это не что-то, не потому, что я не определилась тогда с профессией. Ведь я всегда знала, что я буду артисткой. Я не думала, что я буду эстрадной артисткой, певицей. Когда я оказалась под козырьком вот здесь, на этих самых ступеньках, в воскресенье, ливень, стена воды, выходит милиционер и говорит, я прошу прощения, может, вы зайдёте? У нас же там сегодня редактор главный дежурит, Людмила Георгиевна полкова, вы же к ней? И я тогда подумала, ну, наверное, лучше там, чем под дождём. Выходит милая женщина, прекрасная. Она тогда руководила здесь проектами на радио и на телевидении, имела отношение ко многим-многим проектам, очень помогала всем, молодым и талантливым. Вот прямо у неё такой дар был, она прямо вела за собой. И я к ней поднимаюсь в кабинет, она говорит, давайте чайку попьём. Ну, давайте, давайте, показывайте песни, что у вас там? Вы же на фестиваль собираетесь? Я вообще в недоумении смотрю, думаю, какой фестиваль? Он говорит, западно-полезская песня. И вот за один день у меня появилась песня Олега Елисеенкова на стихе Туровой. Я передумала ехать в Москву, у меня было время ещё и приехать на этот фестиваль. Я приехала на этот фестиваль, я выступила благодаря Людмиле Георгиевне Полковниковой. Я влюбилась на этом фестивале. В общем, вся жизнь просто вот из-за этого... Ливня. Ливня. И белорусская радио. Казалось бы, случайности. Поэтому всё начиналось действительно именно здесь, в стенах Белтелерадиокомпании, в стенах белорусского радио. Ну и ещё, конечно же, мне очень хочется сделать такой акцент. В вашем фильме он также, ну, такое центральное место занимает, когда вас спрашивают, что для вас Беларусь. Что для вас Беларусь, Александра? Вы знаете, я абсолютно чёткую имею гражданскую позицию. И не раз её показывала и доказывала. И творчеством, и своим отношением для меня это... Моя малая родина, это город Брест. И я из семьи военнослужащих. И несмотря на то, что меня помотало по гарнизонам Средней Азии, Прибалтики, Ленинграда, Краснодара, Каунаса, Ферганы, город Ошкиргизия, я всё-таки себя, знаете, в каком-то смысле ощущаю, наверное, человеком Советского Союза. Я бы так сказала. И что бы ни происходило в жизни, как бы не менялись обстоятельства, вот когда я оказалась здесь, в Беларуси, я заканчивала здесь уже школу, поступила в музыкальный колледж, вот, наверное, с того самого момента, ну, как-то я для себя определила, вот это вот моя, пускай вторая, но всё-таки малая родина. И мне кажется, для каждого человека, без исключения, вот та земля, которая тебя взрастила, отчий дом, родительский дом, те корни, которые есть у каждого человека, они для нас являются таким колоссальным источником энергии, силы вот этой вот, да, такой исцеляющей, живительной какой-то вот энергии силы. И только благодаря этому, наверное, мы точно знаем, что у нас есть вот какая-то опора, опора вот наша родина, наша земля, наше государство, у каждого свой город или какое-то село, неважно. Мы просто знаем, что это наша родная страна, наш родной край, и всё, что здесь происходит, я в этом не просто убеждена, я уверена, что всё, что происходит сегодня, всё это происходит для того, чтобы всё-таки мы с вами стали ещё немножечко богаче, ещё немножечко сильнее, увереннее в завтрашнем дне. Мы стали и так за этот период, за вот эти, наверное, два сложных года пандемии, ещё ближе и роднее друг к другу, какой бы национальности человек не был, живущий в Беларуси. И, наверное, сегодня, ну, как мне кажется, по крайней мере, это моё чёткое убеждение, нам необходимо просто участвовать в референдуме, нам необходимо высказать своё мнение. У каждого оно будет, наверное, своё, но мы должны точно чётко понимать, что то, что мы сегодня делаем, от этого зависит просто наше завтрашнее будущее, от этого зависит спокойствие, мир над нашей головой, зависит счастливое детство наших детей и внуков, потому что мы сегодня здесь создаём наше будущее. Пообещайте, пожалуйста, что придёте к нам ещё. Потому что очень хочется много чего порасспрашивать и про актёрство, и про, возможно, будут ли какие-то проекты телевизионные, может быть, ещё что-то, о чём вы думаете, и что-то сокровенное вынашиваете. Обязательно удивите всех слушателей и зрителей Беларуси, и не только, кстати. Ну и сейчас будет звучать песня, замечательная песня «Мироздание». Тоже важная песня, и важный такой дуэт, я бы сказала, и в вашем фильме в том числе. Да, дуэт с Русланом Олехно. Дружим мы, конечно, с ним очень давно, но как-то мы никогда не исполняли ничего вместе. И опять-таки наш прекрасный фестиваль «Славянский базар» для меня он всегда, знаете, как для нормального артиста этот фестиваль, такая необыкновенная возможность показать себя совершенно с нового ракурса, с какого-то нового прочтения, в каком-то новом формате, с интересным дуэтом или с какой-то группой. Ну то есть все-таки постараться чем-то удивить публику, быть разной, быть интересной всегда, как-то держать вот это вот самое внимание. И мы сделали красивую песню российского композитора Олега Шалмарова, который написал очень много хитов. Даже вот, если помните, такой был хит у Фадеева и Наргиз, мы вдвоем это тоже написал Олег Шалмаров, мало кто. Очень много известных красивых песен Лепсу он написал Маршалу. Ну такой прямо он сейчас хороший такой, обойный композиторов российских. И он сделал для меня песню, я ее, конечно, исполняю и сольно в том числе, но вот с Русланом в ней какой-то другой совершенно вот появился драматизм, что ли, какая-то новая краска. Ну, не будем долго говорить. Давайте просто послушаем песню, которая называется «Мироздание». Мы очень рады были, что вы были у нас. Мы очень рады, что вы такой отзывчивый, открытый, интересный человек. И дай Бог, чтобы ваши мечты исполнялись и любви, добра и радости вам, Александра. Спасибо. Все взаимно. Субтитры сделал DimaTorzok